Значит, сегодня мы попытаемся поговорить об утилизации и стратегии поражения. Она навеяна замечательным кусочком текста Сергея Борисовича Переслегина о Японии 1945 года. В самом деле, было давно известно, на самом деле, о том, что Япония войну проиграет. Но, тем не менее, Япония не капитулировала. Почему она не капитулировала? Потому что она пыталась в целях дальнейшего развития страны утилизировать, то есть, ликвидировать народ самурайским духом, так называемым, которые были готовы сражаться. То есть, цель ее была, чтобы вот эти самые самураи-камикадзе полностью погибли на войне. И поэтому она еще полгода продвигалась в этом направлении, только для того, чтобы вот эти самые бойцы, существование которых с дальнейшим развитием Японии было несовместимо, были ликвидированы. Так как тут осознательно эту цель поставили? Судя по всему, эта цель была поставлена сознательно. Самураи вот эти самые, то есть люди с высоким боевым духом, следовали совершенно осознанно. Потому что, например, было известно, что Япония уже капитулировала. В это время группа японских летчиков села на свои амортировщики, потому что только амортировщики могли долететь так давно. Было известно, что там дальше находится американская эскадра. И попытались выступить в качестве камикадзе. Ночью они туда полетели и пытались эту эскадру атаковать. Но так получилось, что в авианосец попал только первый самолет, после этого на эскадре был погашен свет, и все остальные японские летчики не нашли своей цели полностью. Понятно, что у них было путешествие в один конец, потому что у них запаса горючего не хватало на два путешествия. То есть смотрите, что у нас происходит. У нас после каждой войны или во время войны оказывается некое пассионарное, то есть активное население, которое готово сражаться и умирать. Умирать и сражаться. Сражаться и умирать. Умирать и сражаться. Которое обладает специфическими навыками, например, умением пытать военнопленных. Или умением стрелять, или что-то. Понятно, что от этих навыков оно никуда не избавится, оно всегда будет с ними. Но если мы действительно говорим, что дальнейшее развитие страны необходимо, то мы понимаем, что подобного рода опублики, с подобного рода вещами надо избавляться. В настоящий момент есть полное ощущение, что это происходит именно на Восточной Украине. То есть, с одной стороны, все националисты российские, высокоготовые опять сражаться, держать оружие в руках, перебрались туда и воюют против украинской армии. С точки зрения украинской армии, там наиболее боеспособной части – это дети Майдановой революции. То есть, национальная гвардия. То есть, с обоих сторон, которые активно тоже готовы умирать, мы все видели это видео, когда они шли, толкая перед собой, то эти деревянные щиты, то какой-то металлический киоск, двигаясь прямо на пуле, точно так же. Ясно, что и снова эллигархическая Украина, и существование подобного рода народа, она несовместима. Поэтому все, что происходит на Восточной Украине, под этой точкой зрения, оказывается взаимной утилизацией. С одной стороны, наши утилизируют вот этих наших российских националистов, да, с одной стороны. А с другой стороны, украинцы все это утилизируют свою национальную гвардию. Поэтому все разговоры о том, что там Путин, что-то еще, там как-то действуют, ну, он никак не действует. То есть, его цель как раз великолепным образом достигается. То есть, тот народ, который был бы готов убивать, штурмовать, что-либо еще делать в России, настоящий умент вполне успешно гибнет на Украине. Его в России как бы больше не остается. И в этом смысле такой активно настроенный элемент будет утилизирован. То есть, ситуация очень легка так, как японцы расправились со своими самураями. Японцы расправились со своими самураями, истощив их в войне, которая заранее должна была проигрываться. Эта война не важна, в Восточной Украине выиграет, не выиграет. Я повторяю что еще раз, что цель настоящего умента, ее состоит не в том, чтобы в ней победить, и не какие-то национальные вещи, а чтобы собрать всех активных русских националистов и всех остальных под руководством Гиркина и кого-либо еще, отвезти там в Восточную Украину и совместно с точно таким же активным населением из национальной гвардии, то есть с Майдана, их там взаимно уничтожить. Вот это и происходит. Я бы только заменил одно слово. Не цель, а смысл. Смысл, да. Смысл, потому что цель, она подразумевает, что как будто кто-то умышлен. Я не думаю, что это умышленное действие. Вот это я спросил, умышленное это действие или нет? Я думаю, что часть все умышленное. Я думаю, что верхушка администрации, как бы президента России, как и администрации президента Украины, себе это отлично осознают. Осознают, но не ставят как цель, то есть вот именно не стимулируют. Да, скорее всего не стимулируют. Это же фактически вредительство на самом деле. Да. Ну потому что эти люди боеспособные, они могли бы быть защитниками государства в случае реальной угрозы. Нет, это... Это военные. Это народ, представляя большую угрозу действующему режиму. Конечно. Его надо как бы ликвидировать. Ну, в поддержку этой мысли я напомню, что о ситуации в Сирии кто только не говорил о том, что идет намеренное уничтожение сумминского радикального элемента. Ну, естественно, цель определенная есть, кроме этого. Но кроме всего прочего, одна из целей это свести вот разбуженный мусульманской весной радикалов и там перебить. И перебить. И заставить это делать Асада, грубо говоря, с его ловитыми. Да, да, да. Ну, тоже разумно. Да, мне не походило это в голову. Ну, а у ловитов нет другого пути. И мазать под негурой. Поэтому это сплоченное ядро, которое этим и занимается при поддержке Черноморского русского флота. Ну, чуть-чуть. Да. Как это называется? И с этой точки зрения, пускай Курбинянца соберет часть больного населения. А он больного населения соберет. И ловит его. Чтобы лично возглавил, это очень важно. Чтобы он его возглавил. И уже там свои речи толкают патриотически. Нет, ну так тоже нельзя говорить. Нет, ну это конечно, господа, можно конечно. Я бы с удовольствием отправил всю эту Кольганяновскую секту туда, да? На поля сражения, на передний край. Поскольку, ну, это люди, которые... Ну, это люди, да. Но это тот же самый правый сектор, только наоборот. Если разобраться, такой же сатанизм, они будут убивать, не задумываясь. Поскольку в красной метафизике одно из основных положений заключается в одно из основных положений, в абсолютности зла. То есть, если люди, вот, полагают, что это зло, они будут убивать, не задумываясь. Но это только один момент. А второй момент, я бы сказал, это так, чисто умственной. Некое, ну, некое представление, возможное представление о том, что там происходит. А именно, идет вот уничтожение паралекалов, разного толка. Но, все же, нельзя отрицать и то, что есть глубокая причина вот этого восстания на Юго-Востоке и на Востоке. И, причем, самое важное, наверное, все заметили, что с вождями там не очень хорошо. Да. Прямо скажу, мягко говоря, с вождями там не очень хорошо. То есть, интеллигенция-то, она как бы не очень. Всем нам известный участник нашего семинара, активист харкерского сопротивления, не хочу сейчас назвать имя, да, вот, это одно из исключений. Как бы интеллектуал, непосредственно вовлеченный, интеллектуал высокого порядка, непосредственно вовлеченный в эти активные события, как участник или как, в некотором смысле, руководитель. А дело в том, что это действительно не забоет движение. Почему? А потому что вдруг простой русский мужик, живущий на Украине, вдруг резко понял, что ему меняют самоидентификацию. Вот это вообще трагичная штука, ужасная штука. Вдруг вот он ощутил это, ну, благодаря, естественно, Майдану и телевизору. Ну, плюс к тому, теми реалиями, которые его окружали. Что ему нужно или становиться украинцем, причем определенного, совершенно определенного толка, там, западенцем или там, бандеровцем, там, по-разному можно называть, но радикальным именем украинцем. Или, надо что-то делать. И для простого человека, вот это на самом деле трагедия. Интеллигент, он же такой, знаете, особенно если с философскими наклонностями, он может выйти в какую-то особую позицию, как бы посмотреть на это дело со стороны, да? А почему бы мне стать украинцем? В общем-то, у него уже интеллектуальные механизмы, они как бы разработаны. Они позволяют им при некотором, ну, естественно, неудобстве, воспринять эту новую реальность. Простому человеку гораздо сложнее. И поэтому, а, и происходит то, что происходит. На самом деле, это низовое возмущение, низовое восстание. И вот в чем ужас-то. Поэтому, ну, и с точки зрения русского патриота-националиста в пределах России находящегося, да, это тоже какая-то боль, которую он близко воспринимает, да? И люди с развитой эмпатией, которые способны чувствовать боль другому, они отзываются на это, да? Это не есть нечто такое идеологическое, да? Пойду воевать там за свободу крестьян Гренадий. Это именно вот очень личностное переживание, которое передается. Вот мы такие же, да, вот они такие же, и им это меняют. И крестьян что-то превращает в что-то другое. Ну, хрен с ним. Пусть хорошее даже, но другое, не спросив. И это понимают наши скинхеды. Вот они как сидят наши скинхеды и думают, как им меняют там идентичность. Какие? А что, там много скинхедов? Ну, не скинхеды, так, ну, в кавычках. Я знаю, что туда поехало достаточно много людей, в общем-то, вот таких, ну, которые можно назвать русскими националистами. То есть, для которых национальная проблематика, она близка и переживается. И не то, чтобы, опять же, простые люди поехали. Понимаешь? Поэтому ситуация с утилизацией, она вот, то есть, не ситуация, а вот эта идея о том, что можно быть так, она имеет право на существование, но нельзя отрицать то, что это еще вот естественное восстание. И поэтому, а если это естественное, если принять вот это мое положение, что это нечто естественное, а не навязанное Кремлем там или еще... Конечно, естественно. Естественно. Так и Майдан тоже естественный, а не американцам навязанное. Майдан тоже естественный. Мы же не верим про эти, про американцев, про злых и злого Путина, который там посылает. Нет, вопрос именно в том, что то, что вопрос Игорь поставил, это как бы другой уровень. А что в этом естественном, какие процессы более глубинные, наоборот, более высокие. Ну, кстати, вот еще один момент. А если они вернутся? Плохо. Их там будут доутилизировать до конца. Вы представляете, если Киркин оттуда вернется, с его боевым опытом, с оружием, с умением воевать, придом очень эффективно. И у нас была мощнейшая программа их утилизации. Ты что? Как раз в 90-е годы, мы помним, когда одна группа этих афганцев сначала убили одного, потом взорвали бомбу на кладбище, куда пришли все остальные. Вот это что? Это же была большая вещь. У нас всегда революция и война всегда требуют утилизации. Это все понятно, но здесь возникает вот такая проблема. У тебя как-то утилизация всегда звучит с такой лицемерной позицией. Потому что, ну а где тогда, как проявлять патриотизм? Как вот сейчас Александр рассказывал про какую-то свою эмпатию по отношению к каким-то событиям. Как проявлять, если каждый раз он везде видит только утилизацию? Везде видит некого рода лицемерие, действие каких-то сторонних сил, которые пытаются воспользоваться ситуацией ради своих корыстных интересов? То есть вообще ничего не делать, просто сидеть и смотреть, что развиваются события. Делай свое дело, и это будет лучше... А когда в этом вторгнутся в наши пределы? А другой вопрос. Ну как другой вопрос? Это можно же опять думать, что кто-то пытается нас утилизировать. Я тебе говорю, что по факту, что сейчас происходит? По факту не происходит, по большому счету, элементов народно-патриотической борьбы. Происходит на самом деле чистый утилизационный проект. Это неизвестно, это некоторого рода интерпретация. Но тем не менее, она выглядит именно так. Потому что реального участия Кремля или кого-либо еще по российских сил, его нету. Ну реально его нету. Реально происходит то, что люди, движимые патриотическим каким-то еще, бросаются туда. На этом уровне-то. И имеет место быть лицемерие. Лицемерие, которое каждый день, практически каждый вечер в политических программах на нашем территории. Потому что все кричат, да, 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 мы патриоты. А на самом-то деле нет никакого там этого самого реального, практически, ну по крайней мере, вот то, что я представляю. Поддержки нет, да? Да. Если говорить о целенаправлении, то, что было, ты спрашиваешь, целенаправленно это. То есть, если бы это было целенаправленно и осмысленно, тогда так, мы ничего не делаем, но пропаганду идем в такую, чтобы максимально туда поехало. Вот так и сейчас и происходит. Да, еще вот. Так и так и происходит. Да, еще вот. Благодарный аспект поддержку вот твоего подхода. Насчет пропаганды. Пропаганда у нас в последнее время, как бы, как пропаганда, очень даже и неплохая. Но обращаю ваше внимание, она направлена исключительно на внутрироссийское потребление. Да, конечно. Нет, конечно, конечно. Но вот если бы ты руководил, ты бы на кого? И так у тебя 60% или 70% рейтинга. Тогда, если бы моя цель была... Да кого-то должен, да ты должен идилогену врага разрушить. Конечно, если бы моей целью было что-то там сделать на Украине, но моей целью не является сделать что-то на Украине. У меня есть цель закинуть туда мой народ, чтобы их утилизировать и шантажировать ими, за западом, да, так называемыми, предписать определенного рода мирный договор, где по факту Крым тот же и другие наши эти вещи будут признаны, а санкции сняты. Вот что, вот это цель политическая. То есть, ты хочешь сказать, что они запугивают некую роду ситуацию? Запугивают, да. Доржение наших войск, да, как бы, и торгуются на этом фоне. Да, да, для торговли. Вот, а тебе везде лицемерие, у тебя везде, как бы, обмама. Только не лицемерие. Это важная политика. Нет, ну я теперь выступаю со стороны администрации президента. У меня есть и шажок еще дальше, да. Насколько он адекватен? Вот я выслал за поддержку. И еще добавлю. Украинская территория сделала громадный прогресс за последние там несколько лет. Если еще там 5-7 лет оно иногда поглядывало в какое-то провинциальное телевидение, то сейчас, я могу сказать, вот в политической части, оно уже опережает московское территорию. Поэтому украинская пропаганда, она лучше, чем московская пропаганда. Понимаете? Это при том, при всем, что позиции киевской власти, они гораздо более слабы, объективны. Понимаете? У нас мощность сразу залпа у телевизора выше, все-таки, нашего российского. Ну да, да, да. То есть аудитория просто гораздо больше. Они же отрубили это дело, понимаешь, да. А там все очень мило это фонтируется и подается. И очень много говорящих голов, которые, в общем-то, говорят не хуже, а иногда и лучше, чем в московском телевизоре. Так что, пока вот такая ситуация позиционной войны, как бы. Да. Да, значит, смотрите, давайте сделаем, чтобы дальше был следующий шажок маленький. Смотрите, как вот эту ситуацию мы пока рассмотрели с точки зрения действующего, настоящий момент, режима власти у нас в России. Вот вроде бы действительно вы нашли дополнительные аргументы, совершенно правильно, по информационной политике, что речь именно нет об этом. Мы, значит, утилизируем свое активное население, которое представляло бы угрозу режиму в будущем. Но при этом эпизируют таким образом, что создаем пространство или программу для торга определенного рода. Но что мы должны в этой ситуации сделать? Я теперь не находимся на позиции администрации президента. У нас существует определенного рода проблема. Эта проблема состоит, что в 90-е годы власть перед на такой специфической российской элиты, само существование которой делает невозможным дальнейшее развитие страны. Вот с нынешней элитой дальнейшее развитие страны невозможно. Вы меня тоже так говорили. Вот, это как это будет. Поэтому наша сейчас... Она тоже часто говорит... Да, наша позиция, как это сделать, и я в этом смысле отчасти эти санкции приветствую, чтобы вот эту нашу нынешнюю элиту тоже в результате этого конфликта утилизировать. То есть, как это сделать, я не знаю, почему... Да, подожди, ее уже утилизируют, на Западе закрывают, считают... Ну, это самое начало, это самое начало. Цель гораздо более глобальна. То есть, прекратить, что вот эта самая элита, вот эта наша российская, перестала быть российской элитой, потому что дальнейшее существование страны, более-менее ее развитие или что-либо еще, в особенных надвигающихся на мир так называемой технологической сингулярности, к чему наша совершенно не готова никаким образом. Она, значит, чтобы как бы в это дело ступить? Механизмов и реакций, как с ней расправиться, то есть ее утилизировать в этом конфликте, так же стремительно, как она пытается так называемых российских патриотов утилизировать на Восточной Украине, я не знаю. Ну, во-первых, потому что нет ресурсов. Но вот какую вот стратегию вот такую разработать, как бы с ними... Война из Москвы. Ну, как бы с ними расправиться, да. Как бы с ними вот расправиться? То есть, надо же все закрутить и все там... Не знаю, как вот начнем на Майдан в Москве, нужно рискать, наверное, какой-то другой подход. Нет, ну вот не Майдан в Москве, а перехват Майдана в Москве. Перехват Майдана в Москве. Ну, как сделали на Украине, по-тически. Потому что вот... Да, там перехватили, действительно. В продолжение предыдущего нашего разговора, прежде всего, важно выявить реальные угрозы России. На мой взгляд, они заключаются, разумеется, не в натовской базе под Карпином. Это лишь метафор. Я думаю, заокеанские стратеги вполне отчетливо это понимают. И никто не собирается ни бросать бомбы, ни ставить противоракеты. Тем более, есть очень много сомнений в их эффективности. По крайней мере, эффективное применение противоракет, даже расположенных в Крыму, это дело не в ближайших лет. Вот. В чем основная угроза, может быть? Основная угроза, вот представим себе ситуацию. Вот сейчас избранного президента, и тихо, мирно все вот так вот сходит на нет. Как-то договариваются с восточными элитами, да, на востоке Украины. Там федерализация, не федерализация, но все это замеряется. С помощью, разумеется, и российской элиты. Без этого невозможно. Да. И что дальше? Вот я утверждаю, что сразу же начинают текать часы. Ровно через три года. Почему через три года? А потому что все социальные параметры сдвигов, временные параметры социальных сдвигов, уже на практике проверены. Ровно через три года начинается нечто типа Майдана в Москве. Но Майдан в Москве можно поставить в кавычки. Почему я так говорю? Потому что, значит, у нас есть опыт предыдущей грузинской войны, когда был точно такой же, ну, может быть, чуть поменьше, но явный патриотический, даже ура патриотический всплеск. И мы знаем, что через три года случился Майдан. Извините, болотное случилось. И я должен сказать, что болотное, это был, опять же, некий вот такой, не только там некая задумка, там, исполнение врагов, там, корреспедология. И это был некий, в том числе, естественный процесс. Ибо падение рейтингов фиксировалось социологией еще там за год-полтора до болотной. Вот. И мой личный опыт тоже свидетельствует, что и среди многих, вполне приличных и патриотически настроенных людей, вдруг возникли анти-кривлявские настроения. Вот. Поэтому это было не что реально. И прошло, значит, ровно три года. То же самое. Я думаю, случится вот так поописанным моим случаем. Через три года. Майдан, не Майдан. Игроки известны. Здесь это, ну, сам же наш президент сказал, что у нас работают 6 миллионов украинцев, да? Да. И многие из них настроены вполне критично. Почему? К олигархической власти. А Майдан, это была в том числе и олигархическая революция. Она началась на Майдане, да, на втором. И не в так, что он в Киеве полезен. Это последний. И не в так, что через полгода не случится у них октябрь. И Порошенко скинут. Это очень может быть, кстати. И действительно, на Украине восстанется нечто подобие такой народной демократии. Очень может быть. Но, не просто демократии, а антироссийской в корне. Озлобленное население. С открытыми границами. Ну, фишки перекопают рвы, это не имеет значения. 6 миллионов все равно будут работать в России. Ни Россия не может отказаться, ни Украина. Так? Плюс мусульманский фактор. Плюс либералы, так сказать, в кавычках, ну то, что называется у нас либералы, никуда не девались. Пятая колонна, в кавычках, никуда не девалась, как была, так и присутствует. Русский патриот, как был, его все больше и больше. А чем фактически русский патриот отличается от украинского? То, ну, националисту брат, на самом-то деле, по большому счету. И всегда найдет общий язык. Понимаете? Если, тем более, пройдет время вот этого ура-патриотического угара. И через два года они вполне могут договориться. И тут такой пойдет идеологический, ну, я не буду рассказывать все нюансы, все, что можно придумать, но такой идеологический накат, что никакие ополчения созданные, или добровольческие армии там где-то в нетрах Сибири, засадные полки, ничего это не помогут. То, что я проигрывал у себя в уме, я не вижу в каких-то реальных сценариях противодействия. Так, договоры с Китаем, с Ираном, налаживание отношений, это все не работает в данном случае. Потому что война современная происходит в головах. И только в головах. Она всегда где-то была немножко в головах, да? Но сейчас-то только в головах практически. Вот что я хотел сказать, описать вкратце, что может произойти через три года, если все закончатся печально. И тут уже сегодня. И игра вот, и Игорева вот эти вот всякого рода там ревенесценции про утилизацию будут уже просто неуместны. Почему? Когда в твой дом, условно говоря, постучится вот этот вот беспорядок, война, там, хаос, скорого пролития, тебе уже будет не до этого, не до рассуждения. Являясь этой утилизацией, не являясь этой утилизацией, тебе надо вот самому защищать свой дом, свою семью, там, свою родину. Нет, ну, с другой стороны, если я это рассказал, если я это вижу, то почему я только один это вижу? Это могут верить и другие. И поэтому ребята решат. Нет, ну, мы давайте-ка их утилизировать. Это тоже возможно договоренностей, понимаешь, да? Вот, скажем, такое тайное соглашение между Тарасенко и Путином. А давай-ка вот на этой почве. И тебе угодно. Ну, сами говорили, что не бывает управляемого хаоса. Чему это приведет? Это не хаос. Вот, взаимная договоренность. Это и в его интересах, и в его интересах. Какие интересы на Майдане были дружины, которые никому не подчинялись, которые действовали исходя из своих каких-то непонятных интересов. Именно поэтому их и нужно бросить в толпу. И это может быть взаимный интерес Поросенко и Путина. Это я в поддержку. Это не только, не толькоcore. Ну, например. Вот, и .